МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вестники Северодвинска. Центр города погрузился во тьму. Полтора часа жители провели без электричества. Новый формат финансирования. Проект бюджета 2014 рассмотрит Совет депутатов. Осушили пололимпийского бассейна. Общедомовых жителям 1-майской 62 насчитали от 5 до 10 кубов. Площадка опасная для детей. Жильцы труда 62 боятся гулять с детьми во дворе своего дома. Полтора часа в темноте накануне провели жители города. Здравствуйте. В прямом эфире Вестник Северодвинска. В студии Владимир Богомолов. Ужинать при свечах накануне вечером пришлось жителям центральной части Северодвинска. В домах на нескольких улицах города пропало электричество. Напомним, без света в этом году горожане оставались больше пяти раз. Правда, сейчас дело уже не в погодных условиях. Подробности знает Дмитрий Ефимов. Вот так вот, все. Внезапно. Внезапно просто отключили и все. Я только хотела чайник поставить покушать. Вот и все. И больше не включали. Вечернюю трапезу жильцов на Ломоносово 51 нарушило внезапное отключение света. Тьма пришла в дом около половины восьмого вечера. Причем одним зданием она не ограничилась. Выключили и все. Больше ничего. А сколько раз выключали? Два. Включили полдевятого примерно. И пять минут не прошло, опять выключили. И вот только сейчас... Нет, не полдевятого, около восьми. Скажите, а в аварийку обращались? Нет. Я посмотрела, там все даже вот этот... На остановке не горит. Думаю, значит, что-то авария какая-то. Тьма наступила в домах по улицам Юбилейной, Коновалова, Ломоносова. Остались без электричества и все близлежащие магазины, в которых, к слову сказать, стоит холодильное оборудование с продукцией. Напомним, за этот год электричество в Северодвинске отключали больше пяти раз. Причины называли разные, в основном смену погоды. А в этот раз специалисты сослались на повреждение кабеля. Причиной отключения стало повреждение на кабельной линии в сетях одного из крупных абонентов города, который эксплуатирует один из участков сети, отходящий от подстанции Северодвинская. Подстанция Северодвинская расположена на улице Энергетиков-2. После повреждения кабеля здесь сработала автоматическая защита. Она отключила целую цепочку сети, включая жилые дома, причем выборочно. Поэтому получилось так, на одной и той же улице одно здание наполнено светом, другое стоит во тьме. Уже к девяти часам вечера свет стал появляться в остальных домах. Энергетикам пришлось полностью восстанавливать схему электроснабжения и поэтапно подключать Северодвинск к электричеству. Специалисты отмечают, авария не сильная, поэтому справиться с ней удалось быстро. Правда, гарантии, что отключения не повторятся, нам в организации не дали. Дмитрий Фимов, Наталья Аскерков, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. А вот космонавты сейчас находятся рядом с олимпийским факелом, но без пламени. Интерциональный экипаж корабля «Союз ТМА-11М» сегодня успешно пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме. Между прочим, в истории эксплуатации МКС это четвертая стыковка пилотируемого корабля по укороченной схеме. А вот олимпийский факел в космосе сегодня побывал впервые. В открытое пространство российские космонавты выйдут 9 ноября. Причем один передаст символ Олимпиады другому, как это делают на Земле. Обратно на планету Олимпийский огонь вернется 11 ноября. О важных событиях нашего города и области смотрите в рубрике «Коротко». Олимпийский огонь. Омегастрой. Первоначальная стоимость лота составляла 2 млн 550 тысяч 200 рублей. По результатам аукциона цена выросла до 11 млн 150 тысяч рублей. Второй лот – земельный участок площадью 23 899 квадратных метров под строительство пяти девятиэтажного многоквартирного дома в районе Ломоносова, 83. Данное здание должно быть построено в едином архитектурном стиле и тем самым завершить круг из домов по площади Пашаева. Первоначальная стоимость лота составляла 17 млн 990 тысяч 500 рублей. Так как заявился на участие в торгах всего один претендент, аукцион был признан несостоявшимся. Однако по закону единственный участник вправе заключить договор о ренте по начальной цене. Острая респираторная вирусная инфекция гуляет по Северодвинску. На данный момент медики поставили диагноз ОРВИ 1381 жителю города. Из них 865 детей. Специалисты советуют северодвинцам внимательно следить за своим здоровьем в осенний период и в случае простуды немедленно обращаться к врачу. В 2015 году трудовую пенсию смогут получать не все. По мнению экспертов, это может коснуться 10 и более процентов населения, тех, кто накопит по новой системе, предлагаемой правительством, менее 30 баллов. Изменить схему расчета пенсии предлагается с января 2015 года. Это связано с тем, что дефицит средств пенсионного фонда продолжает увеличиваться, что может привести к уменьшению размера пенсии с 2020 года. Напомним, главная цель реформы – стимулировать людей работать дольше и получать легальную зарплату. От стажей и заработка будет зависеть размер пенсии, а повышение требований к стажу и объемов сформированных прав будет стимулировать граждан к получению белой зарплаты. Например, минимальный стаж, необходимый для получения права на пенсию, в течение 10 лет будет увеличен с действующих 5 лет до 15. Наряду с этим будет установлен порог входа в систему на уровне 30 баллов. В Совет депутатов Северодвинска поступил проект бюджета на 2014 год, а также на плановый период 2015 и 2016 годов. В этот раз главный документ будет особенным. Он должен отвечать федеральному заказу. Москва задала регионам так называемый программный формат. Все социальные льготы сохранятся в будущем году. В город поступил проект бюджета на ближайшие три года. В 2014 все социальные гарантии останутся прежними. Это касается бесплатного проезда в общественном транспорте для людей старше 70 лет, а также школьного питания детям из малообеспеченных семей. Основная задача бюджета – это минимизация дефицита и привлечение федеральных средств. В этом году впервые бюджет сформирован по программно-целевому методу. Вот те средства, которые получает город в виде различных отчислений и налогов, он разбивается на основные направления, которые обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования Северодвинск. И в конечном итоге мы ставим для себя задачи, что же конкретно мы хотим сделать, в каком объеме и что же конкретно получит тот или иной гражданин, который проживает на территории города Северодвинска. Есть программы, по ним мы должны достигнуть определенных результатов. К примеру, возьмем программу физкультуры и спорта. То есть, что мы должны увеличить в городе? Массовость, количество ведущих спортсменов, то-то, то-то, то-то. Соответственно, под это мы должны запланировать такую-то сумму денег. Финансирование ремонта дорог и внутриквартальных проездов останется на уровне 2013 года. На капитальное ямочное восстановление за счет всех источников планируется направить около 200 миллионов рублей. Сумма доходной и расходной части одинакова – около 5 миллиардов рублей. Впрочем, местный бюджет отдаст в регион часть доходов 400 миллионов. С 2014 года большая часть полномочий по дошкольному образованию передается области. Сорплаты педагогов, младших воспитателей и администрации будут обеспечиваться из областного бюджета. Содержание зданий – обязанность городских властей. Муниципальный бюджет полностью берет на себя коммунальные расходы всех дошкольных учреждений, берет налоги на себя и обслуживающий персонал заработную плату. Также в планах муниципалитета продолжение реализации серьезных инфраструктурных проектов, в частности реконструкции Ягоринской развязки и моста через Никольское устье. Общественные слушания по проекту бюджета состоятся 14 ноября. Тем временем городским депутатам придется немало потрудиться, чтобы разобраться, какие мероприятия запланированы в рамках той или иной программы и, возможно, скорректировать расходы. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Проверить, работают ли над ошибками коммунальщики, накануне решил мэр Михаил Гумырин. Внеплановый визит он нанес в ЖРЭО номер 3 МПЖРЭП. Напомним, летом под видом простого северодвинца граноначальник попытался вызвать сантехников. Безрезультатно. Спустя три месяца мэр попытку повторил. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот у меня труба отопления течет. Куда я должен обратиться? Вот свищ образовался. А почему ты завтра с восьми меня затопит тут совсем? На свищ в трубе диспетчер управляющей компании Михаил Гумырин жалуется уже во второй раз. Летом на вызов коммунальщики не отреагировали. Сейчас диспетчер взял номер телефона и пообещал перезвонить только после повторного обращения. Высказаться по поводу качества услуг мэру не удалось и руководителям ПЖРЭП. Его на рабочем месте не оказалось. А? Ну вам неудобно, а мне неудобно слушать. Поэтому давайте через 20 минут ко мне подъезжайте. Вот. Да, и будете пояснять мне все. Разбор ситуации продолжился уже в кабинете мэра. Критику в адрес коммунальщиков Михаил Гумырин назвал справедливой. И посоветовал оперативнее реагировать на каждое сообщение. В финале добавил. Это последнее замечание. Дальше последуют выводы. Недовольным работой управляющей компанией МПЖРЭП оказался не только мэр города. Сегодня, вооружившись квитанциями, во дворе собрались жильцы Первомайской 62. Все они считают. Их обкрадывают. Управляющая компания насчитала за общедомовые астрономические цифры от 5 до 10 кубометров с квартиры. В общей сложности по расчетам жилищников северодвинцы осушили пололимпийского бассейна. Это трехкомнатная квартира. 10 кубов, 150 кубов. Двухкомнатная квартира. 7, почти 600. Жительница однушки Вера Арсеньевна в минувшем месяце израсходовала 5,5 кубометров воды. И это при том, что проживает она с котом. Говорит, до октября не потребляли и одного куба. Я не знаю, что делать. Вообще-то надо бассейн большой иметь. У вас нет бассейна? С крыши бассейн. Астрономические счета за общедомовые нужды пришли всему дому на Первомайской 62. В общей сложности 75-ти квартирное здание потребило 1125 кубометров холодной воды. А это половина объема 50-метрового олимпийского бассейна. Все, подвал сухой. Звонила в перерасчетный отдел. Меня направили. И вот она сказала, я говорю, так вы мне объясните, откуда такое количество воды. Она говорит, может, ваш дом сдает квартиры. И может, у вас там прописан один человек, счетчика нет, а живут 5-6 человек. Даже пусть они живут в одной, двух квартирах, это пускай как бы снимают. Ну, такой объем надо взять, то есть 500 кубов на весь дом, это сколько-то должно быть лишних жильцов. В управляющей компании пояснили, действительно, общедомовое потребление воды в этом доме возросло в два раза. Это может быть связано с окончанием сезона отпусков. Решить проблему там предлагают тремя способами. Во-первых, всем жильцам установить внутриквартирные счетчики. По информации жилищников, в девяти квартирах дома вообще никто не прописан. Во-вторых, вместе жители должны нам помочь выявить, кто незарегистрированный живет. А сегодня очень редко поступают такие заявления. Третий момент. Третий момент. Передавать желательно показания счетчиков единовременно. Кстати, в МПЖРЭП уже были подобные инциденты. Жителям одного из домов на Карла Марксона считали за общедомовые от 3 до 5 тысяч рублей. Выяснилось, жители 80-ти квартир оплачивали теплые полы одного соседа. Она уходила в канализацию. Анна Бебикова, Семен Тарасов, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Решили поставить площадку, теперь мучаются. Жильцы дома на труда 62А борются за безопасность своих детей. Угрозу представляют торчащие бетонные основания игрового оборудования. Родители пытаются за свой счет поставить леерные ограждения. Этого им сделать не дают. Бетонные плиты обеляются. Вот детская площадка. Дети у нас тут любят ползать. Сами видите, домов много, детей много. Вот даже сейчас торчат здесь. Торчащий бетон и песчаные бугры на площадке. В таком состоянии сейчас прибывает детский городок во дворе дома на проспекте Труда 62. Жильцы недовольны качеством постройки площадки. А появилась она здесь еще в 2008 году. У нас сначала здесь стояла детская площадка была. Качели и песочница. Больше ничего не было. Потом проходило собрание собственников жилья. Нам предложили здесь поставить или детскую площадку, или, по-моему, так парковку. Мы все подписались на детскую площадку, потому что детей много. Нам вот в итоге поставили детскую площадку вот эту, и сейчас с ней мучаемся ничего. Сейчас бетонные основания качели присыпаны песком, но весной он сходит вместе со снегом. В итоге площадка превращается в опасную игрушку. К тому же сам комплекс расположен вблизи с внутридворовым проездом. Чтобы обезопасить детей, родители решили поставить здесь леерное ограждение за свой счет. Этого сделать им не разрешили. Запретила администрация города. Цитата. Земельный участок, на котором расположено игровое оборудование, не относится к придомовой территории многоквартирного дома номер 62 по проспекту Труда и не является общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома. Устанавливать какие-либо элементы благоустройства, в том числе леерное ограждение, за счет средств текущего ремонта многоквартирного дома номер 62 по проспекту Труда неправомерно. То есть площадка стоит здесь временно, пока на этом пустыре не появится школа. Правда, когда ее построят, нам узнать не удалось. Выход из ситуации постарались найти в управляющей компании. Весенний период, значит, с помощью наших специалистов провести организованный субботник, для того, чтобы можно было эту площадку выровнять. Если необходимо будет выполнить подсыпку территории песком, мы окажем содействие. Ну и таким образом привести ее в соответствие. Второй вариант – обратиться с заявлением в управляющую компанию и взять землю на пустыре в аренду. После построить там площадку. Однако за содержание детского городка и аренду земли придется платить временно. Но даже в этом случае городок постоянным не будет. При строительстве школы его уберут. А пока Наталье и ее детям приходится ходить на детские площадки по соседству. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, Семен Тарасов. Вестник, Северодвинска. Предлагать темы для сюжетов можете и вы. Поделиться с журналистами наболевшими проблемами можно в группе ТРК Северодвинск, социальной сети ВКонтакте или на сайте Северодвинск.тв. Кроме того, в интернете вы найдете самые последние события нашего города и области. Сегодня в нашей стране день Октябрьской революции 1917 года. Формально праздник учрежден лишь в 2010 году, но на самом деле он знаком любому советскому гражданину. До 1991 года этот день был главным праздником СССР и всегда сопровождался демонстрациями трудящихся. Сейчас в России 7 ноября входит в перечень памятных дат. Напомним, именно в этот день, в 1917 году, произошло восстание в Петрограде. После выстрела крейсера «Аврора» вооруженные рабочие солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили власть советов. О погоде на завтра нам расскажет ведущая рубрики «Небесная канцелярия» Мария Богданова. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Владимир. В Северодвинске установилась плюсовая температура, осень не сдает позиции. Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Наркополицейский с доставкой на дом «Северодвинец» попался на покупке запрещенного вещества через интернет. Животных убить людей под суд. Против приюта «Четыре лапы» организовали заговор. О метео и астропрогнозах расскажет вам «Небесная канцелярия». И вас приветствует наш спонсор «Престиж Дент». 8 ноября по данным «Гесметео» в Северодвинске ночью ожидается 2 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 3. Пасмурно – небольшой дождь. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление будет медленно расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба. По словам астрологов, завтрашний день будет противоречивым и неспокойным. Некоторые происходящие события бесконечно порадуют, а вот другие повергнут в уныние. Нестабильность эмоционального фона заставляет очень остро реагировать на любой пустяк. Но, несмотря на это, вероятны значительные успехи в учебе и прогресс в научной деятельности. Самое время заняться собственным здоровьем поможет наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». Красивая улыбка – залог вашего успеха и здоровья. «Престиж Дент» ждет вас на Октябрьской 3. Я с вами прощаюсь по-прежнему. Желаю побольше улыбок и отличного дня. До свидания. Многие пациенты в стоматологическом центре «Престиж Дент» избавились от кровоточивости десен и подвижности зубов. Профессиональные терапевты готовы взяться за лечение зубов любой сложности, а также провести отбеливание. А вот если зубы в свое время сохранить не удалось, ортопеды могут приложить все виды протезирования, включая протезирование на имплантах. Стоматологический центр рад видеть вас по адресу Октябрьская 3. Говорят, вышел на пенсию, забудь про кредит. Хорошо, что есть про бизнес. Даем кредиты, когда другие отказывают. 10 ноября в 19 часов в ЦК ИОМ Андрей Бандера с новой программой «Сердце хулигана». Вкусно. Здорово. Свежо. Натуральный. Есть новости. Звони. Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск». 8 960 004 07 67. Билайн. 8 911 5 50 30 08. МТС. Городской номер 50 30 08. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск». В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. У приюта бездомных животных «Четырелапы» появились враги. Группа людей обвиняет любителей четвероногих в мошенничестве. Весь спор родился на просторах интернета. Там пока и остается. Причина якобы не предоставление приютам отчетов и чеков, куда расходуются пожертвования. Сейчас против благотворителей начали собирать подписи. Мы в ответе за тех, кого приручили. Эту поговорку сполна оправдывают волонтеры приюта «Четырелапы». За каждый пакет корма и кастрированного кота по итогам месяца добровольцы отчитываются в соцсети ВКонтакте, выкладывают фотографии чеков и квитанций. Впрочем, этого для некоторых оказалось недостаточным. Группа «Северодвинцев» организовала оппозицию. Люди требуют отчетов о собранных суммах на бумаге. В ответ на такое волонтеры занесли их в черный список. После этого была организована группа по поводу бродячих животных, где они призывали к тому, что животных этих нужно убивать. Соответственно, мы переписали всех людей, которые состоят в этой группе, и убрали в черный список. Те люди, которые состоят в таких группах, они не могут не иметь никакого отношения к приюту. Такое положение дел только обострило конфликт. Теперь придирчивые северодвинцы запаслись еще большим недоверием к приюту. Помимо отчетности о денежных средствах, их не устраивает и содержание животных. Якобы собранных денег должно хватить для нормального существования кошек и собак. Три кота ходят в один горшок. На что мы ответили, у вас дома три унитаза. По количеству жильцов, грубо говоря. На самом деле, те люди, которые занимаются животными, которых действительно живут животные, они знают, что и как. В приюте хранятся все документы. Это выписки из банка, чеки, квитанции. Убедиться в правильном расходовании средств может каждый. Двери пристанища бездомных четвероногих открыты всем. Я не утверждаю, что волонтеры приюта – обманщики. Нам нужны конкретные отчеты о собранных суммах. Вообще, я считаю, что приют «Четырелапы» не имеет права собирать средства, ведь он не зарегистрирован как приют. А значит, просто является клубом любителей животных. У недоверчивых северодвинцев нет цели закрыть приют. Тем не менее, уже собрано около двух десятков подписей с целью проверить прозрачность бухгалтерии. Дойдут ли жалобы до прокуратуры, зависит от полного предоставления всех отчетов. «Четырелапы» продолжат заниматься своей деятельностью. Например, в будущем отделят кошек от собак. Второй дом уже есть. Осталось запросить у администрации землю под его аренду. Кстати, в приюде предупреждают. Перед теми, кто за отстрел бездомных четвероногих, они отчитываться не собираются. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. 55-летний северодвинец накануне вечером попал под колеса автомобиля. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте напротив дома. Паломонос 88. С переломами, вывихами и несколькими ушибами пострадавшего доставили во вторую горбольницу. По предварительной информации, пешеход в момент ДТП был нетрезв. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Нелегальных мигрантов выдворили за границу. Сразу 9 человек, нелегально находившихся на территории Архангельской области, в ближайшее время отправятся на родину. Среди нелегалов граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Украины. Из Архангельского аэропорта Талаги в сопровождении судебных приставов шестеро мигрантов отправились в Москву, трое в Санкт-Петербург. Там нарушителей передали сотрудникам пограничной службы ФСБ. Все за счет государства. То есть нас наделили функции, все проездные билеты, все документы, все осуществляется за счет управления Федеральной службы судебных приставов. По настоящее время таких случаев у нас в Северодвинске не было. По крайней мере, сотрудниками отдела судебных приставов по городу Северодвинску данные граждане не препровождались. Напомним, полномочия по принудительному выдворению лиц, находящихся на территории Российской Федерации незаконно, с 2012 года исполняет служба судебных приставов. Всего с этого времени сотрудниками структуры с территории нашего региона выдворено 78 иностранных граждан. Вместо заказа через интернет мог получить срок. Сотрудник одного из жилищных предприятий попался на незаконном приобретении и хранении наркотического вещества. Молодой человек купил около двух граммов наркотика через интернет. Наркополицейские задержали любителя зелья в тот же день. Это первая судимость Северодвинска. Ему назначен штраф в 15 тысяч рублей. За попытку сбыта наркотического вещества 4 года в колонии общего режима проведет жительница города Корабелов. Женщина пыталась сбыть часть принадлежащего ей запрещенного вещества. Однако покупателями в сделке выступили сотрудники наркоконтроля. Несостоявшийся дилер пояснила, что наркотик нашла на улице Седова. Ранее задержанная уже была судима за аналогичные преступления и отбывала условный срок. Пьяная ссора на Ягрых закончилась для одного из гостей притона ножевыми ранениями. 5 ноября в полицию обратились жители дома на Нахимова 3А. Полицейским сообщили о раненом мужчине. Прибывшие стражи порядка в одной из квартир обнаружили пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями. В ходе работы было установлено, что три гражданина, то есть два мужчины и женщина, употребляли спиртное. Произошел конфликт и женщина с гостем поругалась. Значит, накинулась на него, схватила нож и нанесла ему несколько ножевых ранений в спину. Два из них проникающие. Сейчас проводится проверка и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина созналась в совершении преступления. Теперь ей может грозить от двух до восьми лет лишения свободы. Пострадавший же гость злополучной квартиры остался жив. Стоит отметить, что соседи не раз жаловались на шумные компании, собиравшиеся на Нахимова 3А. Наследил в интернете, придется отвечать. В Северодвинске возбуждено очередное дело об экстремизме в социальной сети. По версии следствия, 32-летний житель города Корабелов на своей странице в социальной сети разместил негативные высказывания в адрес национальности евреи. В правоохранительные органы обратились другие пользователи социальной сети. Свою вину мужчина признал, теперь его ждет суд. 2 декабря легендарный голос экс-солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка с программой А белый лебедь на пруду Есть новости! Звони! Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск» 8 960 004 07 67 Билайн 8 911 5 50 30 08 МТС Городской номер 50 30 08 Телевидение твоего города Телерадиокомпания «Северодвинск» Вестник «Северодвинска» о спорте С 29 октября по 5 ноября в городе Воркуте прошла 15-я спартакиада народов Севера России за полярные игры Северодвинская команда юных тэквондистов детско-юношеского центра вернулась не с пустыми руками Соперниками наших спортсменов была практически вся республика Коми Воркута в 15-й раз принимала спартакиаду народов Севера России В этом году за полярные игры были приурочены к 75-летию города Одной из главных особенностей стартов было проведение соревнований по тэквондо среди юношей не старше 13 лет Воспитанники детско-юношеского центра из клуба «Скорпион» показали высокий уровень мастерства Конкуренция была сильная, потому что традиционно республика Коми готовит бойцов тщательно, хорошо То есть бои были интересными, все были с интригой, все были на высоком эмоциональном уровне проходили Местные болельщики, они при всем при том, надо отдать должное, что оказали поддержку и нашим ребятам На соревнованиях наша сборная была самой малочисленной Несмотря на это, севердвинская дружина за счет сплоченности и боевого духа сумела завоевать две серебряные медали в командных спаррингах и формальных комплексах Противники у меня были сильные, и чтобы выиграть мне не хватило немного техники Ну что, есть над чем работать? Да, простора для работы много Ошибки подчеркнул? Ошибки, да На счету севердвинских бойцов три награды разного достоинства Примечательно, что эта троица призеров учится в одном классе 13-й школы Друзья в жизни и боевые товарищи на татами В личном первенстве в дисциплине спарринг золото в весе до 40 килограммов Владислава Бабинцева Самыми трудными были тренировки И Александр Сергеевич Струнин помогал во время спаррингов и поддерживал всегда На счету его товарища Олега Завьялова серебряная медаль весит до 40 килограммов А Егор Костогоров удостоился бронзы в весовой категории до 55 килограммов Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска Помимо любителей восточных единоборств со спартакиады городов севера России Вернулась сборная юниоров по боксу В турнире приняли участие около 100 бойцов из Заполярного края В честь Северодвинска защищали четверо воспитанников ДСШ-2 В этом году Заполярные игры приравняли к окружным чемпионатам и первенствам России Таким образом финалисты боксерского турнира получали звание кандидатов в мастера спорта Как отметил тренер наших бойцов Юрий Никонов 15-й по счету турнир собрал очень сильный состав участников 96-97 годов рождения Традиционно командное первенство выиграли хозяева соревнований Второе место осталось за представителями Ухты Наши юниоры не затерялись в жесткой конкуренции и показали хороший уровень бокса Максим Грещенков в весе до 47 килограммов уступил сопернику лишь в финальном поединке Еще один северодвинец Вениамин Никлюдов в весовой категории до 60 килограммов удостоился серебряной медали По итогам турнира оба спортсмена получили звание кандидатов в мастера спорта Тем временем в городе Фрязино завершился финальный этап чемпионата России по флорболу среди женских команд высшей лиги Выше всяких похвал выступили наши землячки из дружины Наука Тревелстрой Перед заключительным туром Наука Тревелстрой занимала первую позицию Главными конкурентами являлись хозяйки четвертого этапа коллектив Олимп В очном противостоянии нашим землячкам удалось разгромить спортсменок Фрязино со счетом 10-1 С таким же счетом была обыграна команда Angry Pigs Далее наша команда обыграла сборную Санкт-Петербурга 10-3 и напоследок разгромила девушек из Нижнего Новгорода В итоге Наука Тревелстрой набрала максимальное количество очков и в четвертый раз в истории и второй год подряд оформила чемпионство страны Лучшими игроками России из нашей команды были признаны вратарь Надежда Лапина и защитник Ксения Свалова А на сегодня это все новости о событиях пятницы Узнаем завтра обо всем интересном, что происходит рядом Пишите нам, телефон для сообщений 8-911-550-3008 или звоните номер 50-3008 А я с вами прощаюсь, смотрите нас и все узнаете первыми До свидания Компания Слававто Автозапчасти для иномарок по низким ценам Приглашаем автосервисы к сотрудничеству Слававто ждем вас по адресу 1-майская 18 Сеть заводских аптек Фарма Север проводит акцию Скидка 10% каждый вторник всем покупателям на все товары Фарма Север с любовью к вам и вашему здоровью Не пропустите главное событие осени Грандиозные скидки до 50% на весь ассортимент мебели Лазурит Только с 1 по 11 ноября Лазурит делит цены пополам Успейте купить все, что хочется Подробности по телефону 8-812-333-2369 или на сайте лазурит.ком Внимание распродажа В торговой сети бегмотик большой выбор литвый ассортимент Велосипеды, самокаты, ролики, а еще надувные бассейны, жилеты, мячики, круги и многое другое Южный второй этаж, Северный сияние, третий этаж Есть новости? Звони! Горячие линии телерадиокомпании Северодвинск 8-960-004-07-67 Билайн 8-911-5-50-30-08 МТС городской номер 50-30-08 Телевидение твоего города Телерадиокомпания Северодвинск Спонсор прогноза погоды мебельная фабрика Лазурит Не пропустите главное событие осени Грандиозные скидки до 50% на весь ассортимент мебели Лазурит Только с 1 по 11 ноября Лазурит делит цены пополам Успейте купить все, что хочется Подробности по телефону 8-812-333-2369 или на сайте лазурит.ком В пятницу 8 ноября в Северодвинске ожидается ветер юго-западный, южный, умеренный до 4 метров в секунду Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба Пасмурно небольшой дождь, тип погоды второй благоприятный Температура ночью плюс 2, днем от 2 до 3 градусов выше нуля Спонсор прогноза погоды Торговый дом Лазурит Крупнейший производитель корпусной мебели Только с 1 по 11 ноября грандиозные скидки до 50% на весь ассортимент мебели Торговый дом Лазурит делит цены пополам Ломоносова, 73А Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok